ролик я такой не знаю когда я решусь сделать вообще его хотел делать через год но у меня не недостаточно материала как и визуального в интернете так и из информационного поля что было накопано я не могу некоторые вещи до конца замкнуть смотрите это реальная газета ее можно даже виртуально полистать то есть это не художник нарисовал действительно скажем так за фотками с оригинала газета 1907 года и возможно было бы несуразно бы для нас эта картинка если бы не та информация которую я озвучил в ролике который пойдет далее если в двух словах у меня даже был ролик по поводу этой карты в том ролике подробно озвучивается с переводом эта статья в двух словах здесь написано доктор кабояши у него был брат брат заболел чтобы излечиться от страшного недуха он отправился в горы жить там случайно в японском буддийском монастыре нашел древний этот свиток который оставил по легенде какой-то китайский монах он излечился принес брату эту карту и все остались довольны в газете это написали в 1907 году вот и как бы на 110 лет была тишина пока не пришел вячеслав котляров и не объяснил что это не плод воображения какого-то художника а действительное положение вещей здравствуйте уважаемые слушатели и зрители с вами вячеслав котляров в харькове 13 часов 49 минут 24 06 2017 год по многочисленным просьбам буквально слушателей и зрителей канала котлеров ф на ю тубе данный ролик который вы далее увидите был смонтирован в удобо варимую форму и залит на основной канал вячеслав котляров сотовая земля приятного просмотра давайте очередной раз покажу карту она не переделана тут ничего никто и не делал сразу говорю это это карта не претерпела мои классические эти это подрисовки зарисовки она девственно обратите внимание она была не нарисована в интернете вот эти полоски свидетельствуют о том что вот этот бумажный папирус тщательно много раз сворачивали и разворачивали и в центре образовалась наверно характерное отверстие да возможно чем друзья это ценная карта она не ценная не континентом африка она не ценная не континентом азия она не цена не континентом америка и северным и южным вы просто обратите внимание она ценная антарктическим кругом вы просто посмотрите какой на этой карте мама родная друзья любимый антарктический круг мне много раз задавали вопросы каким образом переходят соседние ячейки вы видите что даже на вот этом антарктическом круге есть проходы вот но опять же что видеть что я миллион раз говорил что антарктида это не лед антарктида это камень и песок и мы с вами видео это очень отчетливо на вот этой карте если вы спросите опять где австралия вот австралия она здесь называется пафулия слова антарктический круг это еще раз поводи я посмотрю это вот не зубцы а вот этот вот да 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 совершенно верно вот видишь как где у тебя вот сейчас вот указатель да то есть мы видим часть земли в виде желтая потом зеленая растительность идет песочек здесь наверно он верху слева красные земли возможно но более бомбовской карты не найти плюс еще ко всему тут же если найти мощное разрешение здесь каждый зубчик описывает что там дальше тудой и знаю из нашего яйца а из нашего яйца площадь харьковская видно как то вот эта карта то просочилась центр то перемалювали а границы мира пока оставились невыскаженном виде я могу еще немножко дальше пойти но я не землями но я я уже не смело высказывал в роликах одну вещь но есть еще дополнительная информация про то место я это ну как бы если просто найду оригинальную карту потому что если я сейчас начну еще за это говорить то вообще произойдет это взрыв мозга и я честно говоря не знаю как сказать но давайте я чтобы это не было сделаем так я это озвучу и покажу вам нет никак что это истина давайте я просто вот это просто покажу как всего лишь мое предположение потому что вот это то что влад затрагивают у меня просто толкает опять очередной раз затронуть эту тему очень необычную очень страшную смотри слайд если не надо то лучше не надо сейчас я не могу я у меня разорвет я просто скажу все равно вероятности того что у меня кто поймет это настолько минимально что пускай я сейчас озвучу сейчас так все по моему я готов к демонстрации подготовился друзей мои чтобы понять какую мысль хочу донести давайте опять вернемся к этой карте так только не пугайтесь я сам не меньше вас это перепуган глобальной ложью так мы с вами видим уже более менее знакомые очертания эта схема основной упор хочу вам сделать антарктический круг забейте что внутри нарисовано мы живем внутри вот тут артика все . теперь посмотрите на очертания антарктического круга тут остров 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 фух а теперь давайте посмотрим на эту карту у ужас у кого произошел щелчок как еще страшнее все обстоит я просто не хочу дальше идти потому что это я так для для эксклюзивно для эфира вот как я всегда говорил в эфирах сколько нас человек сейчас 73 человек от 73 счастливчика которые ролики такой не знаю когда я решу сделать вообще его хотел делать через год но у меня не недостаточно материала как и визуального в интернете так и из информационного поля что было накопано я не могу некоторые вещи до конца замкнуть просто чтобы вот так вот очередной раз ударить кулаком себя в грудь и заорать это истинное положение вещей я друзья не решаюсь понимаете что мы только находимся в внутреннем круге мы живем ну сейчас найдутся скажут но это фантазия художника ну ладно пускай будет фантазия я я настаивать не буду пускай это будет че-то че-то блажь вот с лимом вы с вами друзья видим земли которые изображены внутри антарктического круга который состоит так как раз не изо льда и снега а из камня и песка и вот эти кстати по как эти называются проходы да что здесь они есть что здесь но если мы выходим за антарктический круг попадаем еще в один мировой океан где еще есть континент но это для эфира я я не буду никаких роликов делать знаете почему вот эта карта которая вам справа показываю она имеет право на жизнь потому что на левой карте помните то что я говорил посмотрите внимание что находится по периметру земли описаны вот эти зубчики которые показывают они показывают название земель продолжение и вот на этой карте справа мы видим вот это как раз эти земли то есть еще все страшнее друзья все ужаснее они не знаю я так и не не решусь этот ролик делать сенсацию сделал раньше времени это переварить это невозможно я понимаю я специально не буду настаивать друзья посмотрите очередной раз это истина просто как люди советуют просто переспите с этой информацией в тайне с этими данными все просто переспите а вот те кто развивает свои каналы настоятельно рекомендую это втихаря вырезать этот доклад который я сейчас сделал и залить на свой канал просто воспользуйтесь роликом который я даже не буду делать я потому не 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 буду делать потому что я знаю что у людей все все это уже просто произойдет замыкание короткая то единицы единицы поймут о чем я говорю влад уверен уже начинают мозги крутить в разные стороны ну не не только это не подумайте что я персонально это десятки людей поймут что я только что вам показал знаете где можно подробное описание найти то что я вот это сейчас вам показываю находите индусские веды так называемые просто знаете в чем фишка когда вы читаете индусские веды вообще не бельмеса о чем там пишут потому что они переведены неправильно описывают непонятно визуального подтверждения нету но если я вам сейчас достанут эти индийские веды примеру найду в интернете я по этой карте конкретно ткнул пальцем и буду показывать благодаря ведом что здесь нарисовано по полностью буду тыкать в каждый континент между самому жутко я между прочим это я месяц назад уже показывал но я так это знаете показал это прислушался к звукам космоса вот это что скинул слад я уже делал этот ролик надо мной тогда посмеялись за дизлайкали а я грустно улыбнулся у меня на канале этот ролик называется абстракция как ну в общем у меня я еще год назад это все показывал но видите как оно получается вот сколько сколько они не показывай сколько не рассказывай понимание приходит не так быстро поэтому я не торопил события я вообще это готовил более больше информации точнее данных под подобрать к следующему году но так вот раньше времени ляпанул а может и хорошо что ляпанул раньше времени может сейчас найдутся добрые светлые человеки которые сейчас наковыряют в интернете тонны подтверждения информации может психануть вот выложить но это я знаю что это будет все котлеров вообще зафантазировался просто просто спешу я просто спешу и стал все к месту ну да спасибо я рано друзья наша катастрофа что мы видим информацию а мозг ее к сожалению не может принять так давайте все таки попробую найти книгу где написано про это потому что он показал варши вот эти клочки земли они вообще-то назывались варши давайте четко по джамбу двипа что такое джамбу двипа мы с вами уже знаем это место там где мы живем в центре находится дерево джамба двипа или ясень эндрасиль да вот вот тут центре джамба двипа да область под названием харта варша является поймлем деятельности а остальных восемь варш предназначены для тех кому суждено наслаждаться райским блаженством во всех этих восьми областях обитатели небес живут в различных условиях материального комфорта и удовольствий на каждую из девяти варш джамбу двипы распространены свои милость какое-то одно воплощение всевышнего из девяти варш область под названием харта варш считается полем кармической деятельности значит вот это то что влад сказал вот этот забор вот мы живем с вами на бхарта варши и у тут в центре на это поле кармической деятельности помимо вот этого куска земли по периметру за арктическим кругом находится еще земли причем наша земля она вообще самая маленькая из тех которые находятся по периметру там не просто гигантские друзья континенты там там как говорится в начале жизни выехал на филосипеде и конце жизни уже с бородой приехал на другой край океана но я утрирую не поймите буквально но я просто пытаюсь объяснить вам какие гигантские там территории на самом деле из 9 варш область под название это великие ученые светлые утверждают что остальные 8 ваш предназначены для возвышенных благочестивых личностей речь идет за за те ваши которые находятся земли за антарктическим кругом данном случае это схема и поймите правильно здесь не все земли показаны просто поймите что здесь не все показано но специалисты скажут что речь идет о других ваших скажут что ты не обману людей на самом деле варши идут вверх а ты пытайся варши в плоскость перевести вверх идет купол так вернувшись с райских планет они наслаждаются в этих восьми земных варшах ставившийся плодами своей благочестивой деятельности но смотрите этим писанием ну пускай несколько сотен лет поэтому скорее всего на тот момент вот эти земли которые по периметру антарктического круга они скорее всего были действительно райскими мирами но возможно там уже тоже чикен маклабин то есть оккупация райские моста предназначены для наслаждения разделяется на три группы на небесные райские планеты дивья сварга и райские места на земле хума сварга райскими местами на земле является те восемь варш на которых наряду с харта варшей разделяется джамбо двипа люди обитаясь в восьми варшах или областях живут где десять тысяч земных лет но это вот раньше было десять тысяч сейчас кто-то скажет речь идет вообще ну а других уровнях вот эти все ваши перечисляются значит наша получается в центре харта варша а здесь уже идут и лаварта варша харе варша китумала варша ремьяка варша хиромэан варша ну это знаете что идет это перечисление то что за внешним за нашим антарктическим кругом находятся вот эти земли идет список про вот эти земли так ну я и так это извините форсирую события я предупреждал что я недостаточно собрал материала хотя как правильно написали в чате вот может я рано тоже если согласен может и правда что я сейчас озвучил эту информацию и найдутся новаторы которые просто засыпят меня картами и манускриптами так скинь ссылку чат этого сайта а вы пожалуйста ну вообще подобная информация в интернете пруд пруди так области бхарта варша теперь давайте более внимательно взглянем на бхарту варшу описание бхарты варши дается в пятой песни шримад в тех разделах маха бхараты а также других пуранах бхарта варша имеет общую площадь семьдесят две тысячи миль и находится в регионе большей площадью джамбодвипы сама бхарта варша разделена на 9 на 9 частей среди которых наша земля только одна из этих частей слышите как тут грамотно написано наша земля одна из девяти этих частей это описано в различных пуранах так что дальше приведенной выше цитате пураны так говорится что область в харты варши которую мы знаем как земля составляет 8 тысяч миль с севера на юг и полностью окружена морем к востоку и запада от нашей земли вновь 8 других областей вот что имеется в виду друзья вот здесь находимся к мы до центре а вот к востоку к западу 8 других областей есть это карта схематично поэтому не все земли нарисованы даже центр вы знаете не совсем верно написан но суть это не меняется не не меняет востоку и запада от нашей земли вновь 8 других областей харты варша данный момент они нам неизвестны ну да мы как бы мы знаем что они есть но как сюда приплыть история об этом умалчивает измерение по диаметру земли очень близко современному расчету 7920 миль имеется ввиду что современная наука нам сказала диаметр земли определенный а по сути это не диаметр земли приводится а в плоскости километраж также его изображение земли полностью окружена водой ну но мы с вами видим на схематически на карте это может проверить любой из нас кто живет здесь о вот это это грамотно написано друзья это может проверить любой из нас ну да взять маленький рюкзачок и пойти пешком куда бы мы не пошли на суше на море или воздухе горизонт ниже нас всегда плоский ну вот вот это в принципе я искал здесь кстати вот тоже правда далее описывается некоторые нюансы с нашим миром ладно я помолчу немножко потому что честно говоря выдавая вот такие на первый взгляд вроде простые вещи но местами необычными у меня очень много энергии тратится это я не дурачусь мне действительно я сейчас помолчу немного сил наберусь и подожду может соведущие прокомментируют или добавятся еще соведущие все мовчу думаю а давайте так финалку сделаю свою козырную да а с вами по-прежнему вячеслав котляров в харькове 0 часов 04 минуты 24 06 2017 года спасибо большое что слышали слушали всего доброго и до новых встреч прямом эфире пока пока сережек вот я знаю там увлечен трудом я подумал впервые мне достали этой австралии надо будет для несчастных жителей австралии на нашей с тобой карте все-таки ее нанести но грамотно и потому что они бедные плачут они перепуганы их куда-то завезли они не знают где они как котята тычутся котляров сказал австралии нету где мы кто мы помогите поэтому я нанесу австралию надо будет нам совместными усилиями нанести эту долбанную австралию благо что я знаю где она находится чтобы оставили нас в покое раз и навсегда эти наборигены я не знаю